здравствуйте мои дорогие сегодня я вместе с вами пеку овсяное печенье и так какие ингредиенты нам потребуется для наивкуснейшего домашнего овсяного печенья 1 пачка сливочного масла 200 грамм 3 стакана по 200 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления это очень важный экстра разрыхлитель 1 чайная ложечка ванилин 1 пакетик корица пол чайной ложечки стакан муки 200 грамм сахар 250 грамм 100 грамм изюма 2 куриных яйца и щепотка соли ну где-то пол чайной ложечки и так начинаем приготовление мы смешиваем сливочное масло и сахар мы начинаем смешивать пачка сливочного масла и 250 грамм сахар можете использовать коричневый сахар я обычно его использую выпечки но к сожалению сейчас закончился и приходится мне довольствоваться обычным сахаром пока мы смешиваем день чтобы сахар хорошо смешался с маслом как только масло у нас похватала сахар так вот она стала более-менее однородной массой сахар от не распадается вот она такому комком стал мы по одному вводим яйца ввели яйцо и начинаем его туда одно пока что мы начинаем его вмешивать как только мы хорошо вмешаем это яичко будем вводить второе вот достаточно вводим второе яичко и снова тщательно перемешиваем сейчас немножко более жидко сделаем смесь и я буду с венчиком пока очень густая смесь я пользуюсь ложкой что венчик я боюсь согнуть так все можно пользоваться венчиком все это взбиваем до пышной массы такая пышная масса нежная у нас получилось мы ее вставляем в сторону берем отдельную посуду глубокую мисочку желательно и начинаем добавлять смешивать сухие ингредиенты сначала муку 170 грамм смешали ванилин целый пакет пол чайной ложечки корицы она придает просто божественный вкус овсяным печеньем и разрыхлителя где-то чайная ложечка у нас они мягкие были так еще соль соль мне морская мелко щепотчик соли соль она сбалансирует вкус получается все просто замечательно мы все так вот немножечко смешаем и самое наше главное главный ингредиент овсяный хлопья смешиваем все тщательно перемешиваем овсяный хлопья с мукой с корицей с ванильным сахаром клубничка мне попалась в овсяных хлопьях вот так вот все это тщательно перемешали вот такая вот смесь у нас получилась и теперь соединяем нашу масляную смесь и на шутки ингредиент смешиваем когда мы смешали добавляем сюда изюм изюм 100 грамм где-то у меня белый изюм из белого винограда я его люблю больше более мелкий и опять же все тщательно смешиваем тесто у нас получилось но очень красивая много изюма много хлопьев действительно просто замечательная и именно овсяное печенье с изюмом это классическое печенье но вы можете добавить сюда например миндальные орешки вместо изюма а можете вместе с изюмом добавить можно фундук обжаренный сюда добавить но я предпочитаю больше классический рецепт просто изюм овсяное печенье с изюмом и так смазываем наш противень я уже смазала растительным маслом прослала его фольгой но лучше конечно использовать бумагу для выпечки но я использую фольгу потому что у меня нет бумаги для выпечки и сейчас выкладываем сюда наши печеньки выкладываем печеньки в виде шариков просто смачивайте руки скатывайте шарик не очень большой получается из этого количества теста из тех ингредиентов что мы с вами сделали у меня получилось 21 печенька ставим в духовку разогретую до 190 градусов на 15-20 минут по мере вы увидите сами когда они спекутся у них образуется румяная корочка и быть нереально вкусный овсяный запах по всему дому дорогие вот такие печенье получились у меня у меня еще порция там выпекается пока первая порция вот такие вот печеница очень похожи на покупные по крайней мере с виду еще не знаю такие они по вкусу вот именно эти получились еще они горячие тупых выложил с противня поэтому всем приятного аппетита желаю встретимся в новых видео всех вас люблю пока пока